добрый день в эфире кинопанорама с юрий рязаном и в гостях у нас проте рей отец михаил ходанов здравствуйте добрый день сегодня мы постараемся обсудить фильм остров павла лунгина к вам и нужно тебя и так никто не возьмет вон на роду написано здесь ребеночек будет утешение наверно фильм не новый но в этом веке мне кажется что это выдающийся фильм самый известный фильм на простой вопрос чтобы вы порекомендовали посмотреть первый фильм будет это фильм остров да и главное что никто не ожидал именно от павла лунгина такого фильма вот ну как-то считалось что другого плана человека и и вдруг вышло то что вышло удивительно и именно поэтому еще дополнительное доверие к содержанию фильма возникает что не заинтересованный человек его делал но человек все-таки мастер великий мастер потому что и съемки безукоризненные и место выбрала безукоризненно и что было как одно из чудес было очень атмосфера во время съемок тоже безукоризненная так очень что какая-то сошла благодать на актеров и они жили как монахи вели себя как монахи по возможности и фильм был снят легко быстро и недорого я в этом смысле наблюдал за всеми актерами каждый оказался на своем месте вот я всматривался в дюжево потому что привык к нему как персонажу из фильма из сериала бригада но я слышал что он верующий и я понял что это так потому что ну нельзя было так сыграть и он хорошо сделал свое дело после этого фильма мы увидели по другому петра николаевича мамонова и мне кажется вот этот фильм перевернул самого петра николаевича в очень такое правильное православное русло но не вот вопрос к вам не считаете ли вы что этот фильм депрессивный такой такой мрачный нет пожалуй нет потому что очень хорошая концовка потому что но невозможно вот так вот списать на нет грех убийства причем такого от трусости от ужаса от немощи вот от предательства и здесь вдруг выясняется что человек жив что он адмирал и что в общем-то старец сделал для него благое дело исцелил дочь здесь показан как бы монах и причина что монах стал монахом потому что он согрешил нет здесь какой-то вот такой тени на все монашество российское монашество что все это грешники великие ну если отталкиваться от кудияра может быть и так у каждого свой путь тяжкий грех это всегда в конечном итоге переворот в душе и очень важно чтобы он совершился в пользу бога поэтому нередко бывало раньше что люди каялись и действительно доживали свой век в монастырях в уединении в молитве покаяния это естественно тут нельзя обобщать но чтобы идти и монашествовать нужно иметь на это большие основания каждый туда не должен идти и наверное не пойдет но наверное здесь можно покрыть о святых половина или большая часть это у них были серьезные грехи но у другой части это были просто от рождения светлые люди такие как серафим саровский как сергий радонежский это получилось что они просто по-другому жить не могли важно ощутить себе призвание тот тот рождение как бы предуготовлено к монашеству у него с него один спрос с человека который совершил тяжкие тяжкие преступления другой потому что каждый может быть будет работать с определенным специфическим контингентом людей и тот кто совершил что-то жуткое непотребное потом раскаялся пережил все это горький опыт он потом более деятельно поможет другим отягченным тем же может самым преодолеть в себе последствия греха отец михаил вот этот фильм на мой взгляд сделал пусть переворот изменения в сознании россии и я сейчас даже не вижу себе нашу страну россию без этого фильма потому что первое что говорят любой человек будто православный светский человек на вопрос что посмотреть семьей что посмотреть с друзьями как прийти поразмышлять над верой у киноэкрана не сначала говорят фильм остров какой был самый хороший фильм фильм остров а другой длинная пауза после этого идет поэтому наверное вы бы рекомендовали вот этот фильм посмотреть в кругу семьи да несомненно потому что там показанная не просто характера людей ибо вот в монашестве как раз обнажается человек как он есть и каким он должен быть там имеется подвиг и когда люди видят что человек борется не просто так живет влачет жалкое существование то люди вдохновляются и малые и старые каждый понемножку ну здесь наверно вот такой подвиг у петра николаевича ближе к такому российскому подвигу юродивого он юродивый юродивый да вот не чистых старец вот так какому мы привыкли даже чисто внешне по облику благобразные добрые с любящими глазами нет здесь другой он как бич но примитивно к своему времени это же советское время а вот юродивые вообще это явление оно свойственно только в россии только нашей стране в греции были там где православие там возникает феномен юродства потому что через этот подвиг людей может быть действеннее всего вразумить на какое-то дело слова советские придумали власти человек убогий а вот есть вдуматься шутку убогий у бога бога рядышком да и вот мне кажется для здесь для героя фильма острова главного героя наверно так и можно ему сказать что человек убогий но в нем есть сила тем не менее его уважают и братья тоже они признают тот факт что к нему то люди идут а к ним нет особо и это печально потому что как так все должно быть как то равномерно конечно есть звезды первая величина второй но все-таки какая какая-то заинтересованность людей в других батюшках там монашествующих тоже должна быть поэтому некоторые из них злобствует как-то он говорит терпеть не могу тебя старых рыч так это душевно было сказано искренне я знаю такие ситуации есть и именно когда ты бедешь подвиг и вот в уединении монастыре там слетает вся мишура рано или поздно доходит до драк до чуду то непотребство разного уровня потому что ну именно там на мой взгляд самое что ни на есть настоящая жизнь но не каждый ее способен вести только избранные от бога вообще фильм о монастыре о монахах их деятельности о их мыслях ведь он фильм не для монах он интересен для всех ну да конечно но я вы как ощущение мне было интересно как они отобразили вот этот вот внутренний духовный православный мир психология общения между людьми в сани знаете все довольно точно я был даже поражен этому всегда думаю что вот сейчас пойдет кресты пойдут так сказать свечи как-то все внешне будет просто у человека там скуфейка под ней парик и как-то это все будет на уровне славных 30-х годов нет нет очень сухоруков мне понравился он сыграл доброго человека такого ну немножко безвольного немножко не в почете так сказать у своих же вот ну который показывает нам образцы какого-то незлобия мягкого юмора какого-то не самобичевания нормальной самокритики это же нужно его же обижает он этот юродивый унижает его просто растаптывает и с одеялом и сапогами и чуть ли не кель его там поджигает но он догадывается как это ты ты знал говорит что загорится ты головешку в меня бросил зачем ты так сделал проказник ну не знаю взрослые люди взрослые проблемы вот но так удачно вышло с адмиралом я забыл когда смотрел первый раз фильм чем все кончилось и каким образом стерся грех ну хотя бы частично лучше не придумаешь вот я знаю что вы фильм готовить передачи смотрели второй раз и даже на третий как вы вот ваше впечатление после повторного просмотра такое же или немножко другое она более глубокое я больше вникал в детали и слова в мимику в жесты которые они делают все важно как не ставят на службу потому что я знаю вот и все боялся увидеть какой-то фальш но не увидел чем именно настоящий фильм настоящее искусство и интересно за что мы его и ценим что к нему хочется вернуться и мы увидим не какие-то изъяны увидим именно вдумчивость и глубину да и вот возвращаясь к просмотру этого фильма к этой классике к этому искусству к этому шедевру я думаю каждый россиянин найдет для себя что-то новое а тем более смотреть в компании детей смотреть их глазами папа или мама если смотрят вместе с ребенком он где-то смотрит глазами и ребенка и это тоже очень полезно и вот то что начать общение с ребенком а продолжить духовное воспитание с ребенком если кто-то забыл почему-то или там не было времени или ребенок был маленький и обязательно рекомендую начать с этого фильма фильма остров нашего российского шедевра спасибо огромное а в гостях у нас был отец михаил хадана священник русской православной церкви спасибо спасибо вам